Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Я очень рад вас всех приветствовать и благодарить. И я первый раз в нашей Церкви, но в душе очень оправдывался к этому духу единства, который есть в нашей Церкви, к самому настроению этому, которое на самом деле отвечает настоящим верующим, именно настроение любви, когда мы на самом деле были настроены любить друг друга и любить друг друга, очистить сердце. Слава Богу! Дорогие друзья, я, Сергей Жуалев, являюсь архейстопом Украинской Реформаторской Православной Церкви с августа месяца этого года и также архейстопом Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, которая включает в себя и Украинскую Реформаторскую Православную Церковь, и Румынскую Реформаторскую Православную Церковь, Грузинскую Реформаторскую Православную Церковь, Белорусскую, Молдавскую. Это как бы наше направление. То есть православные обновленческие церкви, в основном на территории бывшего Государственного Советского Союза. Сам я дружусь в Европе Украине и в России. В России как преподаватель, обучитель библейской школы. Также я человек женатый. Вам приветствую мои супруги, от наших шестерых детишек. Слава Богу! И вот вижу у вас наследие от Государственного Союза написано. Это право, описание, вероятно, так. Наши епископы в основном люди женатые, в связи от традиционной православной русской церкви, в частности. И хотя я сам являюсь выходцем с традиционной русской православной церкви, я не был обновленцем изначально, реформатором. Я был традиционалистом. И с тогдашним Ленинградом много чего меня связывало, конечно. Хотя я и учился не в Ленинграде, а в Законске. Но сюда приезжал регулярно. И попадал на лекции, конечно, в Лавру Александровнеевскую, на занятия и семинария. Ну, а до того Ленинград был для меня настоящей меркой. Потому что я, знаете ли, я художник по своей специальности, до законной специальности моей. До 1988 года, когда я начал служить в православном храме, я работал в мастерской. Заканчивал училище арбовско-художественное. И, конечно же, для любого художника, когда в Советском Союзе, в Ленинград, это была святыня. Это была главная святыня, главная жемчужина. И, конечно, мы на выставки ездили в Москву, потому что мы только не ездили. Но в основном это всегда был Ленинград. И за красками, и на выставки, и за всеми на всеми. Так вот, господа. Ну, в 1988 году Господь очень сильно направил в мою жизнь совершенно другую уст. Я очень рад за это. Это было призвание, которое я ощущал внутри себя. И до того, конечно же, будучи прихожанином храма, помогал священникам. Но в 1988 году мой тогда духовный отец, наставник, проклеерей митрофонный, Ян Клитович, он благословил меня иногда оставить мастерскую, оставить полностью живопись. Для меня это было очень, знаете, очень болезненным таким периодом. Буквально по-живому, с мясом буквально рвал я это в своей ступе. Потому что для меня это была моя жизнь, моя стихия. Я подругу не мог абсолютно никак представить себя. Но был полдогостей у меня тогда моего духовного отца. Я начал и учиться, и трудиться. На полное служение, как говорят, ушел. В 1991 году сам стал священником. Это было уже от Рязани. Как работе хора, не как чтерц, я поработал в Ордовске. И в Московской области. Сами родом с Паволжья. Хотя я являюсь украинским епископом, но, в общем-то, Украина моя вторая родина, моя первая родина Россия. Я родился в Паволжье, в Шмарцарах. И, в общем-то, судьба так распорядилась, что в Центральной Европейской России оказались мы. И вот дальнейшая моя жизнь была в Центральной России. Это Орловская, Московская область. А как священник с 1991 года я трудился в Рязани, Рязанской области. И потом немного в Брянской области. Поработал, тоже был настоятелем храма в селе, в Рязанской области. То в 1996 году. То есть, вкратце, о себе. Знаете ли, а тогда, в 1996 году, вот, знаете ли, я был настоятелем храма. Такого, о котором я мог лишь мечтать вообще. Я, который мечтал, на самом деле. Храм, который никогда не закрывался вообще. Это красавец храм. Кстати, 46 метров колокольня. Орловская собор, настоящий собор. Тефедеральный собор Брянский. Последний с моим храмом был на теле просто маленьким. Совершенно передавающее слово так. И архиепископа Лехнии Седе, когда приезжал к нам, конечно, он был в восторге. Так вот, и дом, красавица, жена, двое детей. Чего еще желать, как бы. Я много публиковался тогда, значит. И, в общем-то, батюшка, имен, награды. И, в общем-то, поощрения всевозможные были на плохом счету никогда ни в Рязанской, ни в Брянской епархии. И, в общем-то, молодой священник, кто сделал карьеру определенную тогда. Значит. И, в общем-то, снимал не последнюю роль там в епархии. Но, в 96-м году, знаете ли, при всем при том, был кризис такой духовный, внутренний такой. Как говорил один из отцов в церкви западной, еще времена Франциска Азийского, в молитве как-то сказал такое и записал, что, Господи, если ты вездесущий, говорит, как так получается, что я каждый раз оказываюсь, там не тебя есть. И вот такое было ощущение, как понял меня внутренне такое, я знал, что при всей моей религиозной такой деятельности, как бы, я батюшка, дружусь, считал, неплохо дружусь, награжденный многократный, настоятель хорошего храма, значит, жена, двое детей, все хорошо. Но при всем при том, Бог казался все дальше и дальше в моей жизни. И пробовал по старой такой православной традиции, как бы, горько и заглушать по пустоту, но это не помогало, знаете ли, значит, не знаю, кому это помогает, мне это не помогало, значит. Ну и все равно мозги включаются, как говорил Сергей Сергеевич Ленинцев, покойный уже тогда, значит, заходя в храм, я как-то снимаю шляпу, но не голову уже, знаете ли. И много вопросов было. И в 96-м году, значит, я познакомился с сектантами, как я раньше называл, значит, познакомился с разными братьями, там, с собственными протестантами, ваптистами, весятниками, ваптистами, очень разными, с отрядами познакомился, значит, это было так вот совершенно экспромтом, нежданно, негаданно, это все так было совершенно так вот. И со своей стороны я не хотел таких общений, но они как-то сами собой образовывались, значит, получались. И я Бога благодарен за ту гибу, которая мне попала тогда через диагонал Пятиэтнической Церкви, который сегодня пресвитер является в Сороже, в городской области. Значит, Григорий Тиммих, очень я люблю этого человека, значит, дорожу очень, что был и есть в моей судьбе такой человек, показатель. В наших судьбах разные люди бывают, и бывают некоторые встречи, которые становятся такими на телеочнике, судьбоносными такими. И вот моя встреча, в моей жизни, одним из таких людей был перегория земли. И он дал мне эту книгу однажды, которая очень сильно поменяла мое первое восприятие. Это были проповеди одного невестного проповедника в Южной Африке, Эрдор Аштеген. Книга называлась «Дремя начаться с Дома Божьего». Меня покупила самого звания, во-первых. И второе, что вот сам этот дух, на самом деле, Писание там было на первом месте. Такмига, которая была со мной всегда, но некоторые годы, пока я был священником в традиционной церкви, которая была неоткрываема для меня, к сожалению, закрытой. Я читал ее каждый день, фактически, на служебе, но, наверное, понимая, совершенствовалось, мы понимаем, что есть графа, да, есть логос, а есть рема. И вот, что касается Рема, это было то, чем мне так не хватало тогда. Именно Слово Божие, которое живо и действенно, именно в моей личной жизни, в моей судьбе, в моей семье, и то, что меня обгружало. И вот это пришло в мою судьбу в том самом, в 96-м году, простым местописанием, из Библии тексты, которые очень сильно повлияли на меня, и, я считаю, очень хорошим словом. Одно из таких местописания. Можно прочесть несколько строк из Библии, потрясающих строк. Вот, допустим, из Есенихисян. Так что, тут похоже. На завещании Есенихисян, с 5-й главы. Несколько местописаний, которые спасали Павла, в частности, которые очень сильно на меня произвели впечатление, и очень сильно, знаете ли, зацепили, как говорят, за живое. Именно за то, что внутри меня сидело и ждало часа. Написано, значит, 5-я глава, посланник Ефесянам, 5-я глава, значит, 25-й стихом и дальше. Здесь написано, мужья, любите своих жен, я люблю свою жену. Но вот одно местописание у меня очень сильно зацепило. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее. Я люблю свою жену. И я по такому потоку понял, что и Христос очень сильно любит церковь. Очень сильно. И предал себя за нее. То есть отдал свою жизнь за нее. Насколько это возможно, это просто высшая любовь. Чтобы осветить ее, очистив баню водным посредством слова. Знаете, как вот, я не знаю, кто любит баню, не любит. Я, честно говоря, не очень люблю баню. Но некоторые есть, я знакомый, которые часами могут и в паринках сидеть, и там париться. Но вот ощущение, да, после парной. Я там не люблю, честно говоря, париться. Но иногда, когда попадают в парную, все-таки оно как основное чистилище. У меня ассоциаций хороших мало, все-таки, я ничего не скажу. Хочется после этого выйти. Много там выйдешь и дышится очень хорошо, и чувствуешь себя очень хорошо. Да, тебя сюда, окунешься. Вот, значит, в Барси, допустим, да, очень хорошо себя чувствуешь сразу. И вот, значит, вот как для нашего физического тела есть вода. Как прекрасно. Знаете ли, вот, допустим, просто помыться, просто омыться, и просто душа поешь, что называется, да, вот, значит, тело просто очень довольна сразу. Вот, казалось бы, малость, просто вода. И вот для тела Иисуса Христа это слово Божье. То, как для физического тела вода, для тела Иисуса Христа, вот это Божье слово. Надо же, думаю, ну, если, вот я христианин, я являюсь вот этим телом, да, и если, а если я, знаете ли, вот, такая неряшливая, неряшливая такая грязнуля, золушка какая-то, знаете ли, вот, я не верю, что христианин не должен мыться, как бы, значит, да, нашим годами-то, десятилетиями. Вот, значит, но я был таким грязнулей, таким духовным грязнулей, потому что без Божьего слова христианин, он как будто бы, вот, этот самый грязнуля. Не нужен такой христианский мальдодрюр, знаете ли, чтобы, значит, привести все в порядок. И когда, знаете ли, после прочтения, вот, пропутей, вот, Эрна Штеггина, где Божье слово было всегда на первом месте, я бросился искать свою Библию, не церковно-ставянскую, а свою Библию. Ту Библию, которую я, вот, когда в 80-е приобрел и читал датыр буквально, она была покороблена, потому что я не мог часто сдержаться, просто и плакал, и она была у меня вся, вот, как бы, хотя я ее потерял, но все равно это, она, если были покороблены, это как память о тех слезах, которые проливал тогда, знаете ли, вот. И, конечно, я искал свою Библию, я полдня, там, наверное, потратил, искал свою Библию, нашел я ее под стопкой самых нечитаемых книг, как-то специально, когда она лежала, нарушу не придумаешь. Вот, и в доме никого не было, в тот день, значит, и я был один, и я открыл эту Библию, просто где открою, где придется открыть, открыть, открыл, и я слышал тихий голос, знаете ли, я не сумасшедший, я не слышал голосом, как бы, и... Но, и это не было сумасшествием. Я слышал тихий-тихий голос, как будто моя мысль, но это не было явно, раньше, не моя мысль. Один Равин, как-то сказал, в Киеве, там у нас, мы общались, но он еще такой, он еще не верующий, не Сирий, к сожалению, он еще адресальный Равин, значит, наверное, надеюсь, что он коснется в сердце, очень, очень надеюсь на это, я очень люблю этот человек, но он сказал такие слова даже, мы общались, он сказал, что, а он знает, что у нас есть мессианское служение, мессианская община своя, тоже, значит, у меня надо даже девушек мессианское общение, имя наше, именно реформанские православные общения. Одна из них называется Ханука, и как раз мы были с братьями, там, на общение, мессианские, и вот такая коррессальная еврея. И этот человек сказал, что вот когда человек говорит Богу, это называется молитвой, но когда Богу, это же создание говорит. И не по крайней мере убеждать. И не кто говорит, но при всего моменте, ну, почитайте библию. Ну что, что за библию? Ну вот я восподал такой сношес, когда в своей жизни, я слышал тихий-тихий голос, как будто моя мысль, и этот голос сказал мне, Сережа, знаете, так и так приятно было, не отец Сергий, не ваша преподобия, батюшка хотя бы, Сережа. И так приятно было, что он меня помнит, вот я знаю, знаете ли, это я где-то там, 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 а он ждал свидания на тебе минуты эти, там же на том же месте тот же час, оказывается, знаете ли, так было трогать, потому что я помню, у меня вот сейчас шестеро детей, как было бы, ой, там, да, сейчас шестеро детей, и бывают, опутаешь, называешь там сразу имена одного, второго, третьего, потом биться, потом биться, потом биться, потом биться, потом биться. Все еще, например. Знаете ли, ну, как бы, а что ты когда-то задумываешься, там, о мире во всем мире, там, о этих микракурах, и прочее? Жена порой шутит, тебе порой проще вспомнить, какой собор был в этом году. Да, чем в дне рождения, допустим. Но бывает такое, творческий человек. Но, 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 при всем при том, у Бога миллиарды детей, и он не сбывает, знаете ли, он не страдает, там, забвением. Просто миллиарды тех, на самом деле, как вот мне очень понравилось, дети, значит, получается, сыновья Адама, да, и дочери Евы, как-то. Очень красиво, мне очень понравилось. Значит, и, так вот, но у нас семьи, это огромное количество детей, да, рожденных, от матерей, от отцов, от нашего праотца Адама, от нашей праматери Евы. Есть на земле и те, которые родились не только от хотения отцов и матерей, но родились и от хотения его, родились от него вторым особым рождением, которое нельзя никак, знаете ли, ничем заменить, и никак нельзя забыть. И это действительно самое святое переживание, считаю, самое великое чудо. Даже когда в Киеве мы даже у нас там сидели, общались, у нас было такое специфическое общение, такое. Мы говорили о чудесах в жизни каждого из присутствующих, взяли тему определенную и разговор нашел о чудесах. И вот, знаете ли, люди называли, и вот, когда дошла очередь уже до меня, ну и потом проводить итоги, я сказал, продолжил все тем, что, несмотря на то, что много чудес мы услышали сегодня, о многих чудесах, и знал я, а никто даже не знал, которые были сказаны тогда, среди, ну, нашими людьми, то, значит, я сказал, самое великое чудо все-таки и чудес, это вот рождение, первая встреча с Ним, с Богом, самая незабываемая, самая святая, самая великая. И в жизни верующего много чудес происходит, много чудесного, но нет чудес и ничего вот этого момента, когда Он рождает нас снова. Я, как и миллиарды других людей, был рожден на эту землю, слава Богу, за моих родителей, за мою маму, папу. Но я Бога благодарю, что Он нашел меня в этом мире, и Он родил меня еще раз, уже Его рождением. И мои родители, к сожалению, они были неверующие. В поле первый раз надо, наверное, тоже в этом сказать, свидетельство. Они были атеистами, они были, притом, такими, я бы сказал, яростными тогда, атеистами. К сожалению, и дедушки, и бабушки были атеистами. И так получилось, есть подумки на атеистов. Вот дедушка, один из моих дедушек, был, значит, полковником НКВД до войны еще. Сделал карьеру в орденах этих, другой дедушек был полковник АГБ уже. Значит, ну, это хрен есть не слаще, это та же самая система, когда она и не гоновалась тогда, после военных годов. И, в общем-то, система очень злая. Бабушка, она вот только недавно умерла, прожила почти сто лет. Была тоже старая такая, стабилист, убежденнейшая женщина. Знаете, вот она, как вообще, на железной рейке, там, течер отдыхает. Знаете, конянцев арестуют. Да, значит, но скажу, что, да, несмотря на все то, что она была всю жизнь воинствующей атеисткой и, значит, говорил, что про Ленина и Сталина не было нормально, где Россия, знаете ли, но при всем времени она покаялась перед смертью, буквально за полгода, она бы еще не пережила бы, я сто лет пережила бы, как ее мама, но, знаете ли, ее сбил машину, так получилось, значит, ее сбил, ну, как бы, ну, знаете, что такое для почти сто летнего человека, значит, удар машины, значит. Она в первую жизнь оказалась на больничной койке, значит, и для Ленина была очень нехарактерна, она, значит, всегда привыкла только на свои силы, надеется, она была очень жесткая, такая же очень жесткая женщина такой по жизни, и, ну, вот этот удар, ну, машина слегка зацепила ее, но для нее это было, конечно, серьезным падением, она, значит, повредила себе, значит, там суставы, значит, там ногу, значит, и были переломы, знаете ли, это было ужасно, она лежала, и я приехал на разговор, значит, знаете ли, я надеялся очень на то, что бабушка все-таки выслушать меня, она знала, что я священник, она, как бы, понимала, значит, что ящик верующий, но, когда я с ней общался, после раз, для меня это было большим чудом, она с этим силустью помолиться, она очень стала совсем другой женщиной, она очень смеленной, кроткой стала, она слушала, я бы ее напомнил, она не перебивала, и даже, даже не думала, даже, знаете ли, наоборот, спрашивала, и согласилась молиться, вот, и молилась, знаете ли, вот, Бог все организовал, что не были тети тогда, они тоже такие атеисты, знаете ли, и не допустили бы вот такой молитвы, я думаю, и бабушка, она ушла вечность, я верю, что она спасена, она пережила очень, ну, я скажу так, не очень, может, эмоционально, но я просто знаю ее, для нее это было очень эмоционально, значит, и скажу, что я верю, как написано в Писании, что спасется ты, спасется ты, спасется дом в Творье, вот, многие христиане молятся, именно опираясь на этот текст, именно о своих семьях, я тоже так делаю, тоже так молюсь, Бесовский, потом покаялся мой дядя, тоже старый, старый, и старый, ну, будем так говорить, знаете ли, партийный человек, который, ну, всю жизнь, он не был таким воинствующим, он добрый человек, с информатурой, значит, но он, такой даже душевный, такой очень человек такой, знаете ли, вот, Бесовский, к сожалению, да, мудрость такая у меня была, Бесовская, но, слава Богу, когда я приехал к себе в Чебоксары, там моя родня, у меня там еще много родственников осталось, есть неверующие, и я приглашал родственников прийти на служение, некоторые пришли, и вот пришел от них на взгляды, и когда я признал покаяние людей, то я даже, ну, не смотрел в ту сторону, я поймал еще на пробку, где-то пару взглядов, на какие-нибудь на буржуете, вот, но когда я признал покаяние, дядя был первый, кстати, он первый вышел, сам, сам первый вышел, но я понимал, что он вышел, а он вышел, не просто тело вышел, да, в общем, и вот я Богу благодарен, что он очень так вот кротко покаялся, очень кротко, очень радянно, потому что вот это было, надо было видеть просто, просто именочем стал человек, который привык просто командовать всю жизнь, всюду людей решать, а здесь вот просто ягненочи стояло, просто кротко, вот, и для кого-то, может, тоже остановились, вот именно о чудесах таких, я Богу благодарен за спасение, вот, который пережил в раннем возрасте еще, у меня даже не было 13 лет еще, когда я пережил первый раз встречу с Богом, это, кстати, очень интимно, так вот, но я об этом рассказываю, после времени часто рассказываю, значит, и это была встреча в экстремальной ситуации, совершенно экстремальной ситуации, я умирал тогда от пневмонии, ну, и умер, ну, вот, ну, а почему-то я жив, потому что Богу мимостит по мне тогда, дал мне еще возможность пожить, я об этом свидетельство есть в сети, вот, в программе «Уголов» у Шевченко Саши, тоже рассказываю, я в 2009 году, и так вот в других шоу, телешоу выступал, уже рассказывал об этом, и у себя в церкви записи, можете посмотреть на ютубе, там, Бишев, Журовлев, летите, значит, или в поисковой системе архивистов, Сергей Журов, там, попадете на нашу страничку, там много этих свидетельств есть, и мое есть, и наших священников есть некоторые, уникальные свидетельства есть. Вот, и мое свидетельство, что я тогда умер в пневмонии, двустороннее воспаление легких, и врачи не смогли ничего сделать, поздно определить воспаление легких, так получилось, но я верил, что он был промысл Божий. И эту смерть Бог обратил во благо, в жизнь, потому что я оказался перед Ним, когда я вышел из тела, хотя я не понял, что это смерть, потому что я ощущал себя абсолютно так же, даже еще наоборот лучше. Знаете ли, да, как Павел пишет Каринфон, да, это жилище, время жилища, вот так мы знаем, это разрушится однажды, а есть жилища личная. Но, не дай Бог, умереть, кому, даже присутствующих для зрителей, знаете ли, умереть, и оказаться перед Богом, вот, в таком, просто, я, может, грубо скажу, дурацном положении, как я оказался. Не зная Бога совершенно, не зная ничего о нем, абсолютно ноль информации, ноль теории, не только практики, даже теория ноль. Еще за минуту перед тем, я не знал, что он вообще существует, это было очень глупой, наилучнейшей ситуации, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, я был просто-напросто очень удивлен, и он очень добрый, мне очень нравится, американцы говорят, гады сбуд, он хороший, Бог хороший, вот, на самом деле, вот, ну, я ничего не могу плохого о нем сказать, абсолютно, и Библия, ничего плохого, Бог, нет, 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 никакой, не знаю, очень хороший. Он очень добрый, особенно, вот, как художник, я запомнил вас, глаза, вот, вот, эмбрессор, что художник называет, эмбрессор, впечатление, знаете ли, это не передать просто, это доброта, это любовь, это, вот, я тогда мог сравнить, допустим, с моей мамой, с папой, с моим, ну, с тем, еще, значит, наших родственников, но сейчас могу сравнить еще, любовь о моих детей, дай бог, моей жены, но, но все равно, вот ни с чем не для сравнения до сих пор, сейчас мне 43, да, 44, будет, но я не молюсь, даже скажу, что, о том, чтобы, кто-то может там скажет, я не понимаю, о чем ты можешь говорить, но я не молюсь о том, чтобы, допустим, мне снова умереть, там, и быть с Богом, как тогда я молился, потом, после возвращения, я молюсь о том, чтобы, как Павел говорит, чтобы не совлечься, но облечься в единстве наше жилище, чтобы смерть потом подвлечена жизнью, и мы понимаем, о чем я говорю, многие из вас, понимают, я очень хочу, как и многие христиане, вот нашего времени, как и многие, как и прежние поколения, в общем-то тоже, было такое ожидание, чтобы Господь пришел сейчас, и чтобы Он забрал нас. Я очень хочу этого, я не хочу оставаться, поверьте. Но с другой стороны, я понимаю, что те из нашего, может, останутся в тот час, значит, ну, будет работа, и для тех кто останется. Я не знаю, как о вашей теологии в этом отношении, я как бы, когда бываю в разных школах, там есть разное зрение, то, как бы, скорбь, восхищение во время, ну, или после. В принципе, мы даже делали эксперимент, группу делили на три части, и каждая часть группы, должна была обусловать это все, и доказать, в принципе, у всех получалось. Вообще, хорошо получалось, как бы, трудно было не согласиться. вот, но все-таки, на тебе, душа, уважаемый святая. Душа хочет тут. Вот только праздник, а сразу на небесах, из Господа. Да, господа, и, так вот, и скажу, он умилостник ко мне тогда, хотя я была в очень глупой ситуации, конечно, не зная Бога совершенно о нем ничего, что он даже существует хотя бы, но, и плюс еще, испортило это все, импрессию, то, что я видел в свою жизнь, вот, то, что люди рассказывают, вот, и многие из вас слышали, и, наверняка там, и телеклик мы там ездили, значит, там, о том, что люди умирают в своей жизни, это правда, на самом деле, вот, я тоже один из свидетелей, я видел тоже, и, хотя, со мной, можно было бы, как бы, я был еще подростком, особо там плохого ничего не наделал, с другой стороны, как бы, значит, то, все-таки я уже, что-то сделал плохого в жизни, но, мне казалось тогда, в тот момент, что я сам плохой мальчик, который живет на земле, вот, хоть провалишься в землю, хоть, ну, но никуда не провалишься, и не исчезнешь, вот, очень стыдно, очень страшно, знаете, вот, само собой, любящий взгляд Бога, любящий, очень добрый, а с другой стороны, между ним и мной, вот это, как бы, невидимое, но очень явная преграда, и вот это моя жизнь, знаете, у нас там плазмы, ЖК, там, те, где-то только появились, а там это все давно существовало, и там, это не такие даже, там, плазмы, там вообще, они, как живые, вот, смесь стекла и медузы, живая-неживая материя, и все это реально существует, как бы, такие технологии, что там даже не снились, как понимаем, вот, но, это потом уже, я за ним часов до вспоминал, что я видел, но это было потрясающе, как бы, прозрачный, как бы, стеклянный, и, как ведутся, вот этот телевизор, который был экраном, как бы, и вот на нем моя жизнь, не то, что 3D, она снималась и моими глазами, и чужими глазами, и еще неизвестно, какими глазами, но, ощущение, что за мной все не подглядывает, подглядывает, знаете ли, шоу-труму, на такой, более ужасном реакции, как он, знаете ли, но, конечно, с другой стороны, я просил прощения, вот, я не знал, что Бог может прощать, но, я еще минуту перед тем, не знал, что Бог вообще существует, но он такой добрый, что, просто нельзя было не попросить прощения у него, я просто просил у него, и говорил, что своими словами, ну, там не пойдешь, там ты то, что ты думаешь, это сразу, как будто говоришь, и я очень сожалею, если вкратце подозначить, то, что я говорил, вот, я примерно так, как бы размышлял, что если бы я только знал, если бы я только знал, я бы, ну, никогда бы не жил, так, как я раньше жил, то, что ты делаешь для себя, там это очень сильно не ценится, там это вообще, там, это, как, не уважается, то, что ты делаешь для других людей, там он очень сильно уважается, очень сильно ценится, то есть там все наоборот, как бы, зазеркание, абсолютно, вот, с тем, что я знаю, в этой жизни земной, там совершенно по-другому, абсолютно, здесь, допустим, то, что ты делаешь для себя, это для себя, для другого, это своя рубашка, ближе к телу всегда, да, там чужая рубашка, ближе к телу, то есть, все, все, все равно, наизнанно, как бы, вся, вся судьба, вот, и, мне казалось, что я самый плохой мальчик вообще, я жил только для себя, эгоизм, эгоизм здесь на земле очень хорошо, да, там это очень плохо, то есть, все, опять-таки, зазеркание, вот, и, удивительно, конечно, но, я когда просил прощения, я очень сильно сожалел, очень сильно, и, просил прощения, что, если возможно, пожалуйста, прости, вот, на подобии такого, что я говорил, и вот, знаете ли, как бы невидима рука, просто вытирала все это, и, притом, так вытирала, что, вы же не поверите, вот, что этого не было вообще уже. Знаете ли, если у нас наше компьютер, мы пытаемся удалить информацию, там, да, мы сейчас ее можем восстанавливать, то там удаляешь, и она полностью удаляется. Такое ощущение, что вот Бога спросил, буквально, вот сейчас запомнишь, было вот так, он мог бы сказать у тебя, о чем ты вообще, я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот, вот настолько, это было очень серьезно. И игра была чиста, но одно было, что нельзя было никак вот изменить, это было ужасно. Вот эта мысль, она свербила меня, почему я раньше не знал, что Бог есть, думал, и меня по нулю, мне не страшно, что Бог есть. Думаю, если бы я жил бы, и знал бы, как бы я мог жить, если бы я знал, что Бог есть, и что однажды я приду сюда, и вот, и буду так глупо выглядеть вообще, как бы я мог жить вообще, я бы жил по-другому бы. Я даже тогда подумал, а я буду жить, а сколько я буду жить еще, не знаю. Но такая мысль, ну, а если я буду жить, то я буду, наверное, картины рисовать, писать. Единственное, что я увидел тогда, я ходил в школу, как обычно, и ходил в школу художественную. Вот, в общем-то, я, собственно, я помню, самое мое первое впечатление, там, еще один из самых раннего детства, это, я сейчас помню все время, был с кистью, с красками, значит, там, с карандашом, с пластилином, с глиной, то есть, всегда, что-то я творил, вытворял, и, как бы, насчет, насчет себя помню. Поэтому я себя по-другому никак не представлял, абсолютно по-другому. Это единственное, что я мог в жизни делать, и я подумал, что я могу, наверное, писать картинки, рисовать, чтобы люди смотрели на них и лучше становились, и чтобы им было лучше, чтобы они ее могут отбить. И Богу это очень сильно понравилось, это я сразу понял. Ну, не буду долго рассказывать, можно много спонтанать, это потрясающе. В короткой промежутке времени я вообще много уместил, и столько много уместил, что это просто не сказать, даже запробовать. И я вернулся, Богу милостей, в ко мне я вернулся, это было больно, противно, гадко, значит, влезать в холодное мясо. Мне так казалось, значит, с другой стороны, знаете, вот какую-то руку перевязали вам, перетянули, держали, а потом несколько впустил ее. Боль была такая, ну, в таком порции не заходишь. А вот, все ерунда было, потому что, знаете, как анестезия была, всей этой боли, знаете, что, вот такая радость, что Бог есть на свете, и Он такой хороший, и между нами нет ни по этой, ни по этой, ни по этой, ни по этой, ни правильной судьбы виды, и что мне дана шанс, мне дана шанс, шанс жить по-другому, это было очень хорошо. Но сразу у меня стало разочарование. После возвращения, понимаете, стало много разочарования, потому что, со мной, я не мог бы забыть этот опыт, с другой стороны, все то, что я знал и делал, было противно этому опыту, абсолютно. Пытался, ничего не получалось, что бы я ни делал, у меня все получалось прямо наоборот. Пытался делать что-то хорошее, получается, выходило, много плохого. И, значит, попытался говорить, с кем я не пытался разговаривать тогда, никто не мог меня поддержать. Первым, в моем списке, была моя мама. Я пытался рассказать о своем опыте, ну, издалека, мне хотел ума, не сразу себе, как раскрывать, знать тебе, а, там издалека. Я говорю, мама, если ты умрешь, тебя не будет вообще, ты будешь. А если ты будешь, говорю, вот как ты думаешь, ты там что-то увидишь или ничего не увидишь? Ну, даже этого моего, хватит, достаточно, чтобы маму привести в изумление, в испуг. Вот, он думал, у меня галлюцинация какая-то, насчет дозаделя, насчет угробного меня, насчет, думал, у меня, может, какие-то там, не знаю, проблемы с головой, но я понял, что это проблема у моей мамы, очень серьезная. Думаю, я-то, как бы, вернулся, мне-то повезло, вот, а маме-то повезет, я-то думаю, еще, как говорится, мило бы на потерянности. Вот, возвращается обычно, то есть, это не типичный случай. На самом деле, не так много, но возвращаются. Я, допустим, общался с разными людьми, которые возвращались туда, ну, и у меня был свой интерес общаться с такими людьми, потому что, как бы, честно говоря, возникает некоторый комплекс, значит, все люди ходят, значит, завернув туда, куда лучше не завяжутся, вот, как считается. Значит, но, таких людей, довольно-таки много, я встречался с такими людьми, которые умирали, и подростками, а взрослыми людьми, и помнят, может, гораздо больше моего, и видели гораздо больше моего. Вот, один из таких людей был даже у нас в гостях, в нашей семье дома, мы общались долго, у меня были свои вопросы, и он признался, да, он проповедник сегодня, он признался, что с кафедр не все можно рассказывать, потому что, ну, просто люди не поймут, просто, пока не попробуешь, пока это не окажется, не поймешь, все равно, на конца, все равно. Бесполезно, объяснил даже. значит, но, это Борис Пилипчук, может, слышали о нем, можно тоже на ютубе, там, в интернете, значит, выискать его свидетельство, Борис Пилипчука, он бывший велиционер, у него были проблемы очень серьезные, он был в боевых, там, действиях, в горячих точках, и, как бы, у него были проблемы такого характера, ну, одержимость, то есть, прочее говоря, одержимость, приступы ярости, он бил людей, и, когда не было кого бить, он бил свою жену, вот, один раз он, фактически, ее чуть не убил, значит, она бежала в анимации, но, врачи спасли ее жизнь, вот, а так, они обычно с друзьями, они вообще были там товарищи, пара умновцев, они там, они выезжали просто обычно на рейд такой, и искали какого-то там, братягу, какого-то пьяницу, и привозили его, либо в отеление, либо еще куда, за город, и просто отбивали все внутренности, ломали все кости, значит, не просто, либо умирал на месте, человек списывали это, вот, либо, значит, потом от покоев умирал, то есть, как бы, и это было его страстью, то есть, если он долгое время никого не бил, у него было мало, вот у меня крутило, я не мог спать, я не мог есть, у меня, то есть, обереженность, во время войны, у него такая пришла обереженность, когда, значит, они там, он потом вспомнил уже, будучи уже крестьянином, он вспомнил момент, когда бесы вошли в его жизнь, хотя он считался православным, да, на все, скорее всего, мама провожала его в Афганистан, значит, туда, либо, не помню, когда он первый раз попал, в горячую точку, просто там, когда они там, каком-то ауле, значит, там было задание стрелять, там, а там никого нету, фактически, ну, взрослых, мужчин там, одни дети, старики там, и они там их убивали, значит, и вот после этого он стал одержимым, просто, потому что он изменился, у него психика изменилась, и когда уже, все вместе рвутся уже, он, ну, ловился, и на то, что у него ярость, вот, он не может никого не побить, и потом устроился в библии, как бы, и он нашел себе, как бы, ну, возможность, как бы, выходить, ну, пара, из себя, значит, преступника бить, как бы, или каких-то, бомжей, там, значит, но, но все равно, или же, ну, я вас чуть не убил, значит, но, врачи сказали, что удар был неисплестимой жизни, вообще-то, но, вся церковь молилась, за жену нужна была, а гневальная специалька, молились они, и просто она выжила, это просто чудо, а потом приехал пастор Николай из Болеуполя, не помню, кто там из пастырей, прилежал, и к нему, как раз, и говорили, вот, жена, она, все, она была мертвая, это просто чудо, что, даже врачи, не левая, сейчас будет руками, это чудо, что она выжила вообще, вот, даже, ну, боец с подготовкой, просто таких ударов не выживает, а женщина, грубкая, маленькая, выжила, вообще-то, это удивительно просто, вот, но, значит, и после этого он покаялся, дух света сошел так вот, и сегодня Борис, он просто из волка стал ягненком, просто ягненочем, вот, кто видел его пробку немножко, скажем так, невероятно просто, как Бог может вот так сделать, он сегодня евангелист, всем проповедит, и когда мы сидели, там на кухне у нас общались, уже один-один остались, он сказал Борису, вот, как ты расскажешь о том, что ты видел, мы с ним поделились, и нашли много общего, и он тоже видел, в тот момент вытирания, удаления жизни, значит, Бог прощает такие крихи, вот, я был подростком, я был, мне было 13 лет, неполно, он умер, он был, ну, офицером, значит, да, значит, как бы, и с таким боевым прошлым, как бы, и много жизненных, ну, как бы, но, судя, но, и по количеству людей, но Бог прощает и меня подростком, и его офицером, значит, то есть, вот, разных людей, на кресте, Бог простил, расходника, значит, злодея, значит, то есть, это удивительно, Бог всем, вас уравнял, и всем дал нам, дал нам это прекрасное благодатьство, значит, им, как тот самый, Лютон, Дева, да, один из самых прекрасных псалдов, считается, самый исполняемый псалдов, значит, в истории христианства, благодатьства всего тобой, вот, я однажды, значит, проповедовал, у ингрейцев, значит, в Америке, значит, в одном из певенов, они там, не помню, название, мне там, Юрий Попов, пастор пригласил, вот, значит, с Нью-Йорка, значит, и мы там как раз проповедовали, и у них там тоже исполнялся гимн, они пели на своем языке, значит, там, английский язык, и, потрясающе, знаете, что, когда мы говорим, что, действительно, вот наше спасение, это самый великий подарок от Бога, это самый великий дар, который может представить человек, вот, все чудеса, которые мы видели в своей жизни, и слышали, и от других людей, это все, это одно, но, самое основное чудо, Иисус сказал однажды, книга Дима, да, если не родишься свыше, не убедишь старство, даже не убедишь старство, то есть, не спасет, нет, твои там, ешивы, или семинари, или что-то, марабинты, священник, барюша, пастор, не спасет тебя, если не родишься свыше, не родишься, не родишься, не второй раз, от Него, от Бога, от Него рождения святым, и самое потрясающее, что, вот в этом спасении, ключом, самая ключевая фигура является сам Иисус Христос, и всякий, вот приводя людей к Иисусу, вот последние годы, в разных ситуациях, бывают в поезде, бывают в автобусе, где-то в электричке, там, в самолете, там, просто на улице бывает, знаете, вот, еще интересно, или в квартире, либо когда общаемся, допустим, где-то в доме, или в собрании, приводя людей к Иисусу, я обычно как говорю, что самое основное, самое главное, любить Его, потому что написано, что кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, марана-фа, то есть действительно, человек находится под проклятием, который не влюбился в Господа Иисуса Христа, и общаться с Ним, общаться с Богом, общаться в Духе Святом, и читать Слово Божье, и сразу же исполнять Его, это Слово, которое Бог нам дал, оно на всех у нас, и когда я промажу людей к Иисусу, и допустим, я не знаю никого, в том городе, откуда человек, допустим, я обычно даю такие рекомендации, говорю, а самое главное, любите Господа, читайте Слово Божье, и старайтесь Его исполнять, и старайтесь дружить, и общаться с теми, и дадите там у себя, те, кто тоже любит Господа Иисуса Христа, читайте Слово Божье, и старайтесь Его исполнять, самые основные моменты, самые важные, потому что есть разные такие нюансы, конечно, и дектринальные там есть, первоучительно, есть обрядовые разные нюансы, но скажу так, из своих наблюдений последних лет, что для меня лично, в помощи общаться с человеком, пусть динаминационно и конфессионально, как бы очень сомнительно, значит, и дектринально, может быть, как бы так вот, с большими натяжными вопросами у меня, это может конфессии непосредственно, но, с сердцем, любящим Господа Иисуса Христа, и желающим, на самом деле, быть с Ним, любящим, потому что это самое основное, и однажды Иисус привел в пример от того сектанта, самарянина, самаряне, это религиозные извращенцы, по-другому никак не назвать, это, ну, если классически брать христианство современное, то это, ну, самая отдаленная секта, которая, нельзя даже, как бы, и церковь, и христианство, лишь называющаяся так. Вот, самаряне были такие, и любой порядочный еврей, конечно, не имел общения с самарянами, то есть это, не то, чтобы даже изобреты были, конечно, но и умникам не придет общаться с сектантами, которые извратили все и вся. У них были представления, конечно же, мы знаем, как они родились, да, как эта секта родилась, вообще из них чисел, значит, царств, потому что, но эти люди смешали понимание истинного Бога со своими языческими обрядами, традициями, придумали себе алюнативное место, там, поклонение вообще, то есть, вот, такие секта, но однако же Иисус привел к примеру этого человека, одного из самаря, значит, у нас есть даже, почему поучиться, он некоторых таких людей, вот, и одно самое основное, что-таки любить Бога, любить людей, в этом все, в этом, закон, в этом пророке, и мне очень жалко, конечно, что, вот я сюда ехал, и перед тем, как на поезд сесть, общался с этим узбеком, а значит, он питерский, я не знаю, что вообще, что он питерский, как же, не питерец-усперский, не знаю, значит, ну, теперь этот человек такой, и вот, я попытался тоже о том, что рассказать, значит, он тоже свое понимание рассказал, но, опять-таки, мне очень жаль, что люди, многие, живут в таком, например, в исламе, да, в религии, которые просто-напросто обманывают людей, и люди вот такие радикальные, если, нет, по-моему, спецедний был такой спокойный, мусульманин, как бы он не радикал был в США, либеральный такой мусульманин, такой, с широкими взглядами, никакой, вот, а, но, два его товарища, чеченца, здесь, питерских, тоже, вот те радикалы, вот все вот такие вот, беспашенные, просто, вот, значит, он самых не любит таких, радикальных глядов, которые могут, там, и себя взорвать, или, как бы, замену душу, и чужую душу, вот, нечистоит, вот, но, знаете, Иисус говорил, что, придет время, конечно, вас будут убивать, будут думать, что тем самым служат Богу, но это так будут делать, потому что не поздравили ни меня, как ни отца, его, то есть, нет настоящего Бога поздания там, где, вот, убийство, то, что человек, убийца сначала, это сам дьявол, но, друзья мои, Иисус пришел, разрушив дело дьявола, и пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, и чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком, слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, и из посланий к Тимофею, я уже прочесть сейчас, апостолу Павлу, прекрасные слова, апостолу, православные традиции, это так же. Вторая глава, первое послание к Тимофею, вторая глава, без любвица, с самого начала. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихой, безмотежной, во всяком благочестной, чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все не спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, который послений, между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь. Дорогие друзья, Господь хочет, чтобы мы молились за всех, чтобы Он хочет всех спасти. Действительно, Он хочет, чтобы все не спаслись. И чтобы все не спаслись, Бог для этого все необходимое для этого. Он отдал своего сына, и народного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, не был в жизнь вечную. И верующие в Него не судятся, но перешел о смерти в жизнь. Я знаю, что как христианин, как и рожденный от Его, я гряду на суд, но приду не как подсудимый, не в качестве подсудимого, а в качестве свидетеля Его. Но это тоже волнительно, это тоже страшно. Знаете, каково быть не просто на процессе, в каком-то... Вот если бы Вас, как свидетеля, пригласили в этот процесс, какой-то очень громкий и скандальный этот процесс, связанный там, может, с убийствами, с терапками, какими-то там, и Вас вызвали. Вы тоже, наверное, никому не волновались. И может быть, это все показывали, значит, и прочее. И много журналистов вы волновались. Но пристань, если попасть на суд, даже как свидетель, где отсюда миллиардов людей удержаться. Вот что ужас такое. Тоже волнительно, но волнение волнения влезет. Одно дело волнения свидетеля, другое дело волнения. Такое, кто уже летки, или как еще? И уже понимаешь, что все, судья не покупают, закон суров, и есть адвокат, но Иисус, Он сегодня спаситель, оправдывающий своих. Друзья, сегодня время, я Богу благодаря, что целое время спасения. Есть, собрали, и есть те, кто еще не сделали это решение своей жизни, и не приняли решение своей жизни. Примите себе решение. Отдать свою жизнь Иисусу, это правдиво, это правильно, это истина. Вот, если из наших зрителей кто-то еще, может быть, колеблется, не решается. Мне повезло в жизни, я вернулся. Я смог сделать некоторые вещи, знаете ли, которые я не смог бы так уже сделать. Все. Когда повышен ушел, ну что, после драки кто на камень не машет. Знаете ли, поздно пить боржом. Все. Оно здесь, пока на земле, человек может много, можно сделать. И самое великое, что может сделать человек, это отдать свою жизнь Богу, который дал ему жизнь, судьбу. Слава Иисусу. Иисус умер за всех, и все за одного, за Иисуса Христа. Я хочу помолиться, благословить вас, дорогие друзья, дорогие братья, сестры. Я очень Богу благодаря за возможность тоже, я надеюсь, что это восстанавливает вам все мои в школе, в истории христианства. Но, так сказать, благословить вас хочу, благословить и помолиться, и если в собрании есть те, кто хотят покаяться, давайте покаемся, давайте просто честно перед Ним скажем, что мы грешники и что Иисус Христос упрадет, который умер за нас, который воскрес для нашего правдания, который жив сегодня, спасать всех, прихожих ему с верой. Отец, я благодарю Тебя, Богу, и смогущий, за эту честь сегодня быть, Господь, собрания Твоих людей, моих братьев, сестер. Господи, благослови, я прошу Тебя, Господь, если есть собрание тех, кто еще не покаялись, не обратились к Тебе всем сердцем Своим, дай им сегодня это решение, дай принять сегодня правильное решение, Господь, может быть, есть те, кто еще не покаялись, или те, кто покаялись, но ступились, Господь, дай вернуться сегодня, Боже, и если среди наших зрителей это, Господь, кто, Боже, то дай им сейчас эту возможность, Господь, сделать. Боже, во имя Иисуса Христа умоляю Тебя, Боже, благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, за благодарность Твою. Давайте встань, и в нас любые братья. Вы знаете, какая у вас традиция может быть, но очень хорошо выходить вперед, есть такая, что Иисус, Потому что сам Иисус говорил, что кто при людьми не исповедует, не просто один, один даже, а при людьми, очень важно сделать, тем более в собрании верующих, это очень важно сделать, иметь такое переживание однажды, выйти и безбоязненно признать Иисуса Христа своим личным, Господом, Богом Спасителем, при людьми, при всем народу. Здесь собрались люди сегодня, верующие, здесь сегодня ангелы Божьи присутствуют, которые, они не видимы нам, но они реально присутствуют. Сегодня Господь Иисус здесь с нами, потому что Он сказал, где двое, которое собрано во имя Его, там Его просветил. Если в нашем собрании больше всего, Бог в большей части его ждет, собрались, пришли сюда во имя Его, я перехал сюда во имя Иисуса Христа, не ради, не ради, не ради, не ради ваших имен, не ради других имен, и ради своего имени никакого-то еще другого, а ради имени Иисуса Христа. Поэтому, я убеждаю на все сто процентов, что Господь Иисус сейчас здесь, в Иисусе, если вы хотите покаяться, или же обновительно покаяния, как еще мы говорим, если вы оступились, и сегодня вы, вы понимаете, что вы видите, и вам нужно покаять, и сегодня. Вы можете выйти прямо сейчас сюда, в кафедре, и призвать имя Господа Иисуса Христа. И также обращайтесь к нашим зрителям сейчас, что если вы, как вы сейчас молитесь, то молитесь вместе с нами, и призовите имя Господа Иисуса Христа. Осознайте, что Иисус Христос умер не только за все человечество, да, за всех нас, но умер лично за вас. Это очень важно, архиважно. Понять, осознать это, и принять жертву Иисуса Христа. Господи, благослови. Благослови во имя Иисуса Христа. Благослови среди нас, Господь. Иисус Христос, Ты Спаситель, Ты Господь, Ты Бог наш, Ты Царь наш. Ты пролил Свою кровь за нас, чтобы искупить нас. Ты пролил Свою кровь скотую на Голгофском кресте, чтобы сегодня, Господь, всякий, кто призовет Твое Святой, имя был спасен. Иисус любящий, Иисус воскрешший живой, Ты сегодня среди нас, благослови нас, Господь, Духом Своим святым наполняй нас, Господь, Божий верующий, Божий, детей, благослови нас, под своим покровом, Господь, Божий, сохранит церковь свою. И пусть церковь, Господь, и себя поместной церкви, будет омытом, вами, вот, его, посредством слова, Господь, и ни пята, ни порока, ничего подобного, но, как была бы, свята и непорочна при лицом Твоем, Господь. И пусть, когда будет им восхищение, пусть будут здесь пустые искры. Но если кто-то придет сюда и сядет и поразмыслит, Божий, дай ему, Господь, милость свою окажется, любовь свою и тишина. Бои Иисус, Господь, благослови нас. Благослови нас. Я хочу благословить вас, дорогие друзья, старым, добрым, таким еврейским благословением, библейским. Я взял такой мессианский талит и хочу благословить вас в рейсболе. Благословение очень люблю это благословение. Оно есть в четвертой, видимой, и сейфой, в числах, в шестой главе. Однажды это благословение, сам Бог дал Моисею, чтобы тот передал Аарону, его сыновья, и чтобы этим благословением благословяли его сынов Израиля. И сегодня среди нас да, и детей, да, и взрослых, а дети отдельно, да, пусть дети тоже придут, да, это тоже очень важно выслушать. Я это благословение хочу спеть сегодня на еврейском языке и на русском языке. На еврейском скажу, еврейский я говорю, что только за то, что говорил наш Мессия, да, и Иисус. И в этом благословении действительно очень много всего. Некоторые слова благословения имеют десятки значений, но семидесят. Сейчас я слишком шалом сказал. Хочется, что все это благословение было на вас сегодня, дорогие друзья. И в эти дни я просил наших священнослужителей молиться за Петербург, мы будем продолжаться из-за области. Будем молиться за пробуждение здесь до севера западе Руси, чтобы Господь пробудил народ, чтобы Господь совершил священник. Я благословляю вас этим благословения. Субтитры И садной панат лейха вея с леха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да признает на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да благословит тебя Господь лицом своем на тебя и даст тебе мир. Да благословит тебя Господь и благословит тебя Господь и благословит тебя Господь. Собрато во имя Твое Святое. Обрати свое лицо Господь и молю тебя Господь Божия о Твое духовном пробуждении Господь. Боже здесь на северо-западе Руси Господь. Духом Своим Святым Господь пробуди народы. Во имя Иисуса Христа Господь. Боже пусть Господь в речнике каются, больные исцеляются, одержимые освобождаются. Пусть Господь прославляется имя Иисуса Христа, Боже наш, во имя Иисуса. Тебе слава и хвала все. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христа. Пусть Господь Богу Господи поддаешься. Особенно детишек. Слава Богу. Я рад, что Вы так пишете. Наследие от Господа и молимся, и благословляйтесь. Слава Богу. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова